Привет! На канале Steps Media я Игорь Матюпатенко и новый проект «Это вопрос». На самом деле, это и ответ тоже, потому что все, о чем я буду говорить со своими гостями и с теми, у кого я буду бывать в гостях, будет подчинено одной цели – узнать мотивацию поступков и высказываний этих людей. В отличие от холодного календарного лета 2019-го, лето политическое стало по-настоящему жарким. Выборы в Московскую городскую думу не на шутку разогрели столицу. Героями новостной повестки стали независимые кандидаты в депутаты, их сторонники и молодежь – те, кому около 20, плюс-минус. Именно они с особым энтузиазмом стали выходить на улицы, требуя сменяемости власти и честных выборов. Именно тех, кто уже поплатился за это, став фигурантами состряпанных уголовных дел, хорошо известно. Но есть и другие – тоже молодые, дерзкие, с каждым днем становящиеся все более рассудительными и практичными. Сегодня я хочу задать вопросы одному из них. Я думал, помогу хоть как-нибудь. Никто никогда этого не пытался делать, в силу не на их стороне уже. Я не готов обсуждать. Перемены глобальные, они действительно очень скоро будут. Не значит, я буду бросать либертарианскую партию. Я хочу здесь. Ты просто такой, ой, не шуми с них. Я отвечаю за прием в партию людей. Вырываются, у тебя из-за спины хватает, человек увозят. Больше, честно говоря, не понимают, что это такое. Хороший вопрос. Ну, простите, кто им больше нужен? Игорь Романов. Член либертарианской партии, студент высшей школы экономики. В день записи нашего интервью прошли обыски в региональных штабах фонда борьбы с коррупцией. Возник риск, что полиция нагрянет и к другим политическим активистам. Поэтому сразу по окончании съемки Игорь планировал покинуть свою квартиру. Такова нынешняя российская реальность. Скажи, пожалуйста, чем молодого человека может привлечь политическая партия, за которой надолго может закрепиться клеймо несистемной оппозиции? Ну, я, во-первых, не считаю, что клеймо несистемной оппозиции – это вещь, которая будет существовать долго еще, в принципе. Я, в принципе, моя интуиция, по крайней мере, мне подсказывает, что какие-то глобальные системные изменения – это перспективы ближайших двух-трех лет, не десяти, не пятнадцати, ни в коем случае. Поэтому, собственно, я не считаю, что это клеймо будет долгим и что это вещь, которая должна пугать, в принципе. Как раз-таки, если человек хочет пойти в политику сейчас, это, в принципе, вещь, которая несет в себе много рисков, в любом случае, в России особенно. То сейчас как раз идти в системную политику и в единую Россию и еще куда-нибудь – это как раз, в общем, довольно плохая идея, на мой взгляд. Это не только из этических каких-то соображений, да, в общем, из чисто прагматических, просто силы не на их стороне уже, они теряют свою поддержку активно. Они уже почти ее все растеряли. Ты оптимист, да? Нет, я не оптимист. Здесь нет какой-то оценки пессимистичной или оптимистичной, я так думаю просто. А как ты пришел в политику, ну, в частности, вот в партию либератарианскую? Это плод долгих раздумий или что-то другое? Ну, я довольно давно интересовался политикой, в общем, ну, с такого школьного возраста более-менее какого-то осознанного. Это просто был вопрос времени, когда я каким-то образом так или иначе буду в ней задействован. Он долго до этого рос, потом вступил в партию, думал, помогу хоть как-нибудь, да, в итоге просто так закрутил, что, в общем, полностью в это погрузился. Но ты сразу остановился именно на либератарианской партии? Я остановился, потому что она близка мне идеологически. Ну, и, соответственно, принципы, которые она исповедует в плане политической прагматики, мне тоже близки, поэтому у меня, в общем, раздумий даже не было особо. Вообще выбор не очень большой в России. В либеральном спектре, по-моему, достаточно много сегодня политических течений. Несерьезный разговор, я не готов обсуждать перспективы партии Яблока или Дмитрия Гудкова, вот, правда, вот, совсем уже, по-моему. У этих партий нет будущего, ты хочешь сказать, да? У этих партий нет будущего, я считаю, что у этих партий нет будущего. Более того, я с ними не буду сотрудничать, просто потому что я считаю, что они неправильно себя ведут политически. Может быть, какой-то ренессанс будет у партии Яблока, там у них Максим Кац в последнее время занимается всякими проектами активно, но у них там, в общем, такое серьезное сейчас противостояние такого консервативного ядра старых таких махровых яблочников, которые ничего не хотят менять и ничем не хотят заниматься, да, и таких вот, типа, молодых ребят, которые, у которых какие-то хотя бы успехи есть в последнее время. Не знаю, что у них в итоге получится. Да, ну а вот если случится ренессанс, ты, кстати, в своем первом, наверное, интервью на ютубе, да, говорил о том, что ты, в принципе, рассматривал возможность пойти и к Навальному. Просто ты решил, что там достаточно устоявшаяся структура и достаточно замкнутая уже... Да, к Навальному так просто не попасть просто. Я Навального, собственно, почему упомянул? Мне показалось, что тебе есть некая гибкость, которая позволяет тебе предположить, что если какое-то из политических течений либерального толка предложит тебе что-то более перспективное и серьезное, ты готов будешь рассмотреть это предложение, правильно? Я готов рассмотреть предложение о работе, естественно, в принципе, конечно. Ну и не значит, что я буду бросать либертарианскую партию. А либертарианская партия допускает сотрудничество своих членов с кем-то из других политических партий, да? Конечно. Тут нельзя сказать партия допускает или партия не допускает. Это вопрос, скорее, одобряемости твоих действий внутри партии, да, это не вопрос какой-то бюрократии внутрипартийной, да. Естественно, сотрудничество там с Единой Россией, там, условно, или там с каким-нибудь КПРФ, там, во многих случаях, оно, естественно, будет недопустимо, да. Я сотрудничаю с Навальным, и работа на Навального вполне себе, я думаю, конечно. Ты для чего пришел в политику? Ты себе какие-то цели поставил? Конечно, я собираюсь политикой дальше заниматься. Я думаю, что я вовлечен в том или ином виде в эту деятельность буду в ближайшие несколько десятков лет, скорее всего. Политика – вещь, которая очень быстро затягивает, и что самое, наверное, неприятное, постепенно отбирает у тебя контакты, которые у тебя были до этого. То есть ты их постепенно начинаешь терять, потому что комьюнити политическое, оно довольно специфическое, скажем так. Так, это вещь для людей, которые либо очень идеологизированы, да, либо которые любят играть на больших ставках, скажем так. Люди, которые сейчас ходят в политику, они, в общем, по-моему, осознают, что гарантии того, что у них что-то получится, они сто процентов, конечно, никаких нет вообще. Каким бы путем они ни пошли. Партия создается для того, чтобы стремиться к власти. А для тебя эта власть тоже, как бы, является главной заманухой? Цель любого политика – прийти к власти, это очевидно. Это не то, что является для меня главной заманухой, да, потому что я пошел в либертарианскую партию из-за того, что, как бы, я придерживаюсь идеалов, да, либертарианских принципов. Вот, а не потому что у меня была мечта, там, стать президентом страны, там, и сделать все, что я вообще хочу, да. Ну, конечно, цель любых политиков, любого политика – это прийти к власти, так или иначе. Я правильно понимаю, что все-таки либертарианская партия – это не единственное средство, которое позволит тебе идти к власти? Тут могут быть разные варианты. Тем более, что действительно, как ни крути, либертарианцы мало где имеют широкий круг полномочий. У нас довольно крутая на фоне всего остального мира вообще либертарианская партия. Наверное, одна из самых сильных, там, за исключением либертарианской партии США. Как раз у либертарианцев в России-то есть перспектива, ровно потому, что нас скоро ожидают какие-то системные глобальные изменения, в то время, как в тех же европейских странах у них устоявшаяся демократическая система, которая стабильная и не подвержена каким-то резким скачкам. Все может совсем по-другому сложиться. То есть ты предвидишь серьезные политические катаклизмы в нашей стране, которые позволят коренным образом изменить политическую систему? Да. Я понимаю, что очень многие вещи, которые мне кажутся очевидными для многих в нашей стране, звучат безнадежными, но я правда думаю, что эти перемены, перемены глобальные, они действительно очень скоро будут. Мне почему-то это кажется очевидным совершенно. Потому что действующая партия, нынешняя власть, они сохраняют сейчас, они ее удерживают насильно буквально. Нет никакой поддержки большинства людей у них, это уже очевидно совершенно. Единственное, что они могут противопоставить оппозиции, это силу, насилие, дубинки. Как заявила себе либертарианская партия, фактически, несмотря на то, что 10 лет она существует, фактически самым взлетом это была весна этого года. Ну да, ну фактически она в активном виде, в виде такой реальной, если можно так сказать, политической силы, какой-то субъектной, которую кто-то видит вообще, с которыми считаются, с которыми разговаривают другие политики. Она существует последние два года. Ну, как бы просто изначально либертарианская партия была таким кружком по интересам. Впоследствии она эволюционировала. Во многом за счет Миши Светлой, за счет его медийки, за счет его канала. Именно он толчок такой дал к развитию партии. Ну и вот акция за свободный интернет, она стала таким вот моментом, когда, наверное, наметилось движение вверх. Я после нее вступил как раз. А, то есть ты после этого вступил? То есть ты на самой акции участвовал еще не как член партии? Как волонтер, да? Вообще никак, как никто. Пришел просто как человек, как участник митинга. На митинг пришел? На митинг просто пришел, да. То есть на тебя произвело впечатление, что партия смогла организовать такую акцию мощную, да? Я увидел, что партия вообще существует как партия. Вот, и, соответственно, начал для себя возможность рассматривать уже такую, в принципе, вступить в нее. Тебе сразу дали какой-то круг обязанностей? Это скорее вот как раз у Навального так работает. Да, ты пришел, пришел на работу. Вот у тебя круг твоих обязанностей, вот, бери и решай. Это политическая партия, да, это платформа, это комьюнити. Ты пришел, и у тебя, как, да, как в песочнице, есть возможность реализовать какую-то свою инициативу, да? Есть возможность подключиться к инициативе человека другого из партии. Вот это так работает у нас в партии инициатив. Ты реализовал какие-то личные инициативы? Ну, как, я реализовал довольно много проектов, в общем, относительно успешных, там, организовал митинги и вот проект по наблюдению в последнее время, как раз на последних выборах в Московскую городскую думу, например. Первый, наверное, случай, когда ты заявил о себе, наверное, это вот был момент, когда вы со Световым пошли, по крайней мере, это вот стало достоянием широкой публики, то есть люди увидели тебя в Ютубе, и ты был одним из заявителей протестной акции. По какому принципу члены либертарианской партии идут заявлять протестные акции? То есть это кто идет? Нет такого, что идет кто-то именно от либертарианской партии, да, член там руководящего комитета, заявлять митинг изначально, и он изначально позиционирует его как митинг либертарианской партии. Любой человек из либертарианской партии или не из либертарианской партии в частном порядке может подать заявку на митинг, да, Потом руководящий комитет, соответственно, может утвердить статус этой заявки, может не подтвердить. Вот такая вот система работы. Почему именно ты тогда пошел вместе со Световым? Миша-то как раз Светов, он не подавал заявку, подавал заявку я и еще несколько человек, с кем мы работали вместе уже. Естественно, я его поставил в известность о том, что подали заявку. И когда стало очевидно, что хорошо было бы, чтобы на переговорах присутствовали не только мы, а он еще как-то своим авторитетом мог давить на ситуацию, его протащили просто вместе на переговоры. Его и Сергея Бойко, председателя партии, он тоже не был заявителем. Интересные дела. Заявляешь акцию ты, а берут под белые рученьки Светов. Ну, простите, кто им больше нужен? Миша Светов, у которого есть медийный капитал какой-то значительный. Да, или я, конечно. Они берут того, кого лидера берут. Вообще, что это были за обстоятельства? Почему так неожиданно и резко выступила власть? Мы пришли. Мы подавали заявку изначально на Лубянскую площадь. Что удивительно, в общем. Удивительно, что Лубянская площадь была тем местом в центре практически Москвы буквально, на которое можно было бы что-то проводить, но никто никогда этого не пытался делать до нас. Да, и власти тоже не думали, что это какое-то место, которое для них потенциально опасное, в котором может много людей собраться. Потому что оно в центре, оно символично и довольно. Буквально, что происходило? Мы 40 минут сидели и предлагали им разные варианты, как можно организовать митинги и где. Не буду описывать все места, которые мы предлагали. Смысл в том, что мы предлагали, а они нам в ответ отвечали, вот это вот плохо, потому что вот это вот... Они любой совершенно повод придумали, даже если он совершенно глупым выглядит. В общем, как я понял, уже после переговоров они изначально не собирались, в принципе, рассматривать наши предложения. Они изначально понимали, что единственный вариант это отправить нас на проспект Сахарова. Если мы не согласимся, значит, ну вот, не согласимся. Ну, что это были за места? Вот хотя бы одно еще назови, допустим, Лубянка, что еще? У Белого дома площадь, площадь Свободной России, она называется, по-моему, я не помню уже. Там есть такое место, например, Волхонка, улица, которая рядом с Кропоткинской. Ну, там они бы вообще... Там проблемы в том, что она выходит на Кремль одной стороной, поэтому, как бы, естественно, это им совсем не понравилось, хотя место замечательное. И, в общем, в конце, когда вот минут как раз сорок прошло, они просто поняли, что мы не согласимся на проспект Сахарова. Они все это время нас пытались убедить, отшив все наши предложения. И завершили, собственно, диалог. Сказали, что, ну, раз вы не согласны, значит, будете отвечать по закону. Это, в общем, дословная цитата, угрожающая звучит. По какому такому закону, интересно? Шесть человек, там, без опознавательных знаков, просто в черных костюмах вырываются, у тебя из-за спины хватает, человеку увозят. Дело буквально нескольких секунд. Ты не успеваешь ничего подумать, банально. Ты просто такой, ой, Нишу увезли. То есть это именно так было? Да, да, конечно. Я думаю, что это возле выхода из мэрии. А, ну, так это было и рядом с выходом из мэрии. Мы просто успели немного отойти, да, и они, видимо, успели за это время сориентироваться. Ну, и, соответственно, найти нас было несложно. Мы отошли, я не знаю, метров на 200-300, может быть, совсем недалеко. Я правильно понял, что все-таки обязанностей у тебя таких вот четко разграниченных в партии нет? Почему? Ну, у меня есть обязанность, да, я помощник секретаря, я отвечаю за прием в партию людей. За весь процесс приема, вот, от подачи заявки, да, до конечного принятия в члена. Это долгий процесс, он может больше полугода длиться. У вас есть кандидатский стаж? Кандидатский стаж? При приеме в КПСС был кандидатский стаж, нужно было кандидатом побыть полгода или год? А, да, ну, да, такой у нас называется, это испытательный срок, а не кандидатский стаж. Ну, да, испытательный срок, собственно, там от трех месяцев до шести, и потом еще могут продлить, если есть надобность, вот. Промежуток времени, за которым человеку, за человеком можно понаблюдать просто, посмотреть, как он себя ведет, да, и оценить вообще, в принципе, насколько он адекватный. Ну, и заодно и взгляды, посмотреть, как его взгляды эволюционировали за это время. Где вы его наблюдаете? Вы его наблюдаете во время каких-то публичных акций, во время каких-то мероприятий, которые проводит партия, как это происходит, что значит? Ну, он каким-то образом участвует в деятельности партии, да, у партии всегда есть какая-то деятельность, всегда что-то происходит, какие-то там ивенты, проекты, события, что-то такое. В общем, всегда требуется вовлеченность людей с партии. Если, собственно, этой вовлеченности не было, тогда, да, довольно сложно наблюдать. Но если человек вообще ничего не сделал, тогда его вряд ли в члены примут, собственно. А если он себя как-то проявил, да, то ты можешь поговорить потом с людьми. С которыми он, собственно, работал. Или если ты сам работал, то увидите это самостоятельно, да, послушать, что они скажут, собственно. Раз речь идет о функционере, который отвечает за прием в партию, скажи, что вообще за контингент, что за люди идут в партию? До недавних пор, да, это в основном была молодежь, там, мои ровесники, около 20-ти, там, что-то вроде того. Люди, которые приходят в политику именно потому, что они идеологически заряжены. У них нет больше других мотиваций, как правило. Ну, такой, если средний вариант брать, там, понятно, что может прийти какой-нибудь, не знаю, человек, который просто тусовался долго с кем-то из партии, и потом решил, а что бы мне не вступить в партию, чтобы просто вместе всем тусоваться. Да, и такого человека, кстати, не возьмут. Вот. Ну, вот такой вот был, там, еще полгода назад. Средний образ человек был вот именно такой. Сейчас это абсолютная вообще каша из людей, это еще даже надо осмыслить. Потому что подают люди заявки, ну, в общем, чуть ли, ну, там, понятно, что не всех возрастов, там, 60-70-летний не подают, ну, там, 50-летний уже может подать, там, например. Да, то есть там вообще полный спектр людей. Ну, в основном, это мужчины, конечно, там, 90%. А социальные группы, что это такое? Я по Москве, опять же, сужу, да, я не могу судить, я не знаю, подборку других регионов просто. В общем, люди, которые, по крайней мере, не бедствуют совершенно, но очень редко при этом богатые, ну, что-то такое. Много программистов, юристов много. В последнее время в России либерал во многом стал ругательным словом. Ты согласен с тем, что благодаря нашему пропагандистскому телевидению, которое, не покладая рук, трудится над тем, чтобы дискредитировать... Само слово либерал, в смысле? Либерал и весь демократический спектр. Если честно говорить, в общем, либералов-то дискредитировал не только власть, по большому счету, да. В общем, и сами либералы во многом. Там достаточно вспомнить, что, в общем-то, огромное количество людей, которых считают либералами, там всякие яблочники, люди с эхо Москвы, которые журналисты, и одновременно там какие-то околополитики, которых, в общем, вот такой вот образ ведь возникает, когда произносят слово либералы. Это вот именно они. Вот, когда они взяли, в общем, по факту, то, что пролоббировали, ну, в общем, поддержали статью 282-ю у КРФ, из-за которой теперь всех сажают за картинки. Ну, например, да. Много из тех людей, кого называют либералами, Чубайс тоже либерал называют, ну, как же, кошмар совершенный. Ну, Чубайс же не в политике, он же менеджер. Ну, как сказать, его до сих пор воспринимают как политиков. В общем, я считаю, короче, что само слово либералы испортили и сами либералы, в том числе, не только власть. Либертарианство в этом смысле это новое слово, оно этим крутое. Да, никто больше, честно говоря, не понимает, что это такое, да, но просто обновленный бренд, он лучше воспринимается гораздо. Поэтому многие люди пытаются себя назвать либертарианцами, даже если они либертарианцами не являются уже сейчас. Просто потому, что это круто, себя назвать либертарианцами. То есть ты хочешь сказать, что само движение либертарианства, это попытка очиститься от той грязи, которая пристала к понятию либерал? Ну, частично. Но я про слова говорил, но да. Твой жизненный опыт тебя как-то вот сподвиг к тому, чтобы ты сделал именно такой выбор – политика, либертарианство. Ну, мне вообще кажется, что любой человек в России – это такой стихийный либертарианец, да. Никто в России не любит государство. Все жалуются на государственные поликлиники, военкоматы, гаишников, полицейских. Любая государственная структура так или иначе вызывает негативные отношения. В этом смысле это уже такой… Все люди в нашей стране – это такие прото-либертарианцы. Я в этом смысле не исключение совершенно. Либертарианская просто этика и идеология, она легко ложится на существующий быт. Ты лазал по крышам, увлекался руферством. Ну, лично в моем представлении такая вот параллель вырисовывается. Экстрим в подростковом возрасте, пусть это пуберта там и все остальное, но тем не менее, экстрим тогда, и тут такой вот своего рода политический экстрим. Я не знаю. Слишком бретянутый за уши, да? Такой сеанс психоанализа начался, да. Ну, а для тебя это… Нет, я не уверен. Возможно, что мне просто легче справляться с какими-то стрессовыми ситуациями и воспринимать вещи, которые большинством людей воспринимаются как страшные, как-то более спокойные, ну, как бы не более, не знаю. Ну, а для тебя это руферство было, это что, болезнь роста? Да, я думаю, да, ну, конечно, в тот момент, когда у меня, когда я повзрослел, и когда у меня, как и у любого нормального подростка, закончились всякие гормональные перебады, да, у меня сразу пропало желание возить по крышам. А ощущения эти вообще заслуживают того, чтобы этим заниматься? Ты помнишь эти ощущения? Да, как сказать, я не могу сказать, заслуживают они этого или нет. Мне сложно уже с высоты лет судить. Тогда мне нравилось, сейчас я бы не стал этим заниматься. Ну, это что, адреналин? Это про адреналин, да. Про адреналин, да? Конечно. Сегодня у тебя адреналин – это политика, да? Это же тоже адреналин, нет? Наверное, да. Но мне, честно говоря, у меня-то как раз ощущение, что зачастую, что, да, черт, господи, не хотел бы я этого адреналина. Как было бы здорово, если бы не приходили провокаторы, не отбирали листовки, не лезли там в силы, в общем, драться к тебе. Тоже не сказал бы, что это очень приятно. Да, мне не доставляют удовольствия такие вещи, да. Я готов терпеть, но я не могу сказать, что я ради этого живу. Хотя весело, конечно, тут мне не поспоришь. Скажи, пожалуйста, я не могу не включить родителя в данном случае. И хочу тебя спросить, вот твое решение идти в политику, тем более в политику, которая сегодня сопряжена с определенными рисками. Какую реакцию вызвало со стороны родителей? Ну, они переживают. Кто-то одобряет, кто-то нейтрально относится. Ну, хороший вопрос, кто одобряет, кстати, я сейчас подумал. В общем, понял, что интересно. Ну, моя мать, в принципе, хорошо к этому относится. Отчим тоже. Вообще, они скорее сдержанные по позиции сдержанного нейтралитета придерживаются. То есть, они как бы меня не осуждают, что этим занимаются, но они переживают. Ну, а разговоров типа, ну, вот попадешь в автозак, кто тебя будет потом вытаскивать из этой кутузки, такого нет? В прямом виде так не озвучивается, но да, конечно, есть такой вопрос. Но вопрос в том, что я гораздо лучше знаю, кто меня оттуда будет вытаскивать, чем они. И, в принципе, гораздо лучше понимаю ситуацию и взвешиваю риски, чем они. Просто потому что я вовлечен в это дело, у меня больше информации. Они просто некомпетентны в этом вопросе. Не потому что они какие-то плохие, да, а потому что, ну, банально они этим не занимаются. А как-то менялось их отношение вот по мере твоего продвижения вот в политике? Ну, не такой большой срок, наверное, но тем не менее. То есть, может быть, от полного неприятия к чему-то другому или наоборот там что-то... Какая-то эволюция в их отношении к твоей деятельности была или нет? Ну, они прислушиваются к тому, что я говорю про политику, скажем так. То есть, если раньше это было такое... Мое слово не весило ничего, да, то сейчас вот бабушка с дедушкой пошли проголосовали на выборы вот недавно, потому что сказали, что я их, как сказать, засмущал. Проголосовали согласно умному голосованию? Да? Да. Это тоже твое влияние, да? Да. Расскажи немножко про твой опыт задержания. Что это были за ситуации? У тебя было два задержания, да? У меня было три задержания. Да, у меня было три задержания. Ну, первый раз у меня было на митинге. Это или в 17-м, или в 18-м. Я уже не помню. Короче, на одном из митингов Навального у меня задержали. Ушел по улице, схватили, выбили сустав, запихнули в автозак. Тогда на меня это сильное впечатление произвело, когда ты первый раз в автозаке отказываешься. Я не могу сказать, что я был напуган, но вообще в автозаке, как ни странно, довольно приятно сидеть, когда тебя на митинге скручивают туда запихивают, потому что там куча людей, у которых совершенно такое же настроение, как у тебя. То есть я попал в автозак, по идее, как бы это вроде как наказание, но даже несмотря на то, что мне выбили сустав, по большому счету, как бы не могло у меня в тот момент в голове появиться мысли, что не пойду, потому что меня в следующий раз скрутят. Да нет, как бы я, наоборот, какой-то заряд злости и приятных впечатлений из-за общения с людьми получил. Вот так вот это было в первый раз. А второй, третий? Второй раз меня задержали за курение тут на детской площадке, когда я из подъезда вышел к мусорке выкидывать. Прям там, присел на обратном пути покурить и уехал в участок в тапочках. Вот, тогда ничего не испытывал, просто комичная ситуация была. Вот, а в третий раз, в третий раз это было, когда с шариками задерживали, когда мы с волонтерами вместе. Притаскали шарики, 10-го, по-моему, это было, ну, неважно. Да, тогда притащили шарики просто перед митингом, чтобы потом их можно было всем раздать и красиво запустить воздух. Прям там за три часа, по-моему, до начала нас всех покрутили, просто запихали по автозакам. Тогда было тоже интересное ощущение, когда сидишь в отделении и смотришь трансляцию с митинга, и смотришь, сколько там на митинг в итоге пришло, и добились ли мы какого-то результата или нет. Это, в общем, тоже своеобразное ощущение. Сидишь, смотришь трансляцию, и было приятно. Скажи, а сейчас страшно попасть в кутузку опять? Это просто мешает твоей деятельности, если ты попадаешь в спецприемник на несколько суток, это не круто, ты не можешь работать тогда. Ну, если посадят в спецприемник, то ничего страшного, здесь уголовные дела гораздо страшнее. Административке, господи, хоть 10 раз посадите меня по 15 суток, ну и что, что со мной произойдет. Ну, вот после ареста Светова, я так понимаю, что ты был настроен вообще очень радикально, что ты хотел чуть ли не в эмиграцию? Нет, нет, не было такого. Не было? Нет, не было такого, какой эмиграции. Нет, нет, там, ну, как бы, после того, как мы сходили на акцию 3-го числа, о, господи, на акцию, на переговоры по поводу 3-го числа с Мишей Световым, после того, как нам пригрозили и Мишу Светову задержали, да, ну, появилась такая мысль в голове, что, скорее всего, теперь митинги, которые будут не санкционированы 3-го числа, их будут приписывать нам, как организаторам. Вот, 27-го, да, были уголовные дела, и в этом смысле, ну, были опасения, конечно, что может сейчас прилететь. Поэтому, в общем, была разумная идея просто не пожить какое-то время дома. Еще очень удобно совпало, как раз я собирался, и летели в Австралию к родственникам, и тут, опа, как здорово. Можно и к родственникам съездить заодно, и посидеть, и понаблюдать, что происходит. Никакой эмиграцией это не являлось, были обратные билеты сразу же куплены. Эмигрировать из этой страны я не хочу, я хочу здесь жить, работать, да, делать эту страну такой, как мне кажется правильным, и как вообще людям кажется правильным. Мне совершенно не хочется отсюда никуда выезжать. В твоей жизни вообще, кроме политики, сегодня что-нибудь есть? Ну, да, я в университете все еще учусь. Пока пытаюсь, по крайней мере. Ну, звучит так, что скоро этого может и не быть. Страшный вопрос, да. Очень сложно совмещать между собой эти две вещи, да, это правда. От учебы ты не получил еще того, что могло бы как-то переломить твое настроение? Не возникло еще такой какой-то искры, которая позволила бы тебе подумать о том, что вот все-таки, может быть, стоит карьеру делать в этой профессии, а не в политике? Нет, к сожалению, нет. К сожалению, я боюсь, что, да, если так получится, что я таки закончу учебу в университете и все в этом смысле будет успешно, то я боюсь, что я просто не буду этим заниматься в обозримом будущем вообще. Понятно, Игорь. Спасибо. Желаю тебе успехов в твоей партийной деятельности. Как бы это банально не прозвучало, но деятельность партийная. И как-то сам сказал, что это твое будущее. И хочется, конечно, чтобы это будущее было, по возможности, более светлым. И наверняка, я думаю, либертарианская партия предложит к этому тоже немалые усилия. Спасибо. Спасибо. Все. Спасибо.